МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо того, чтобы ржаветь, по какой причине в Ботлевской центральной районной больнице простаивает дорогостоящее оборудование, смотрите в выпуске. Продукты в каждый дом. Акцию под таким названием провел благотворительный фонд Инсан. Сила духа и воля к победе. В Каспийске прошел чемпионат России по тэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 270 километров участка федеральной автодороги «Кавказ» ввели в эксплуатацию в Дагестане. Отметим, что эта магистраль – часть международного транспортного коридора север-юг, начиная от Чеченской республики до границы России и Азербайджана. Направление является маршрутом для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главной дорожной артерии СКФО. В сутки по трассе проезжают более 35 тысяч автомобилей. Открытие подобных объектов транспортной инфраструктуры прошло не только в нашей республике, но и в других регионах России. В церемонии в режиме видеоконференции принял участие и глава государства Владимир Путин. «В нынешнем году дорожное строительство идет в хорошем темпе. Уже построено и отремонтировано более 10 тысяч километров дорог, в том числе более 2 тысяч федеральных и более 8 тысяч региональных и местных». Не опять основа. Дагестан оказался на 70-м месте в рейтинге субъектов России по доходам населения. Во втором квартале этого года жители нашей республики зарабатывали в месяц 31 700 рублей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Но среди регионов Северного Кавказа мы на второй позиции. На 100 рублей больше нас зарабатывали только в Северной Осетии, а меньше в Карачаево-Черкесской республике – 21 500 рублей. В тройке лидеров Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский – автономные округа. Жители этих субъектов получали в месяц от 131 тысячи рублей до 140. В Дагестане может появиться Центр горных исследований. Об этом заявил директор Департамента социально-экономического развития СКФО Игорь Хроновский. Вопрос обсудили на международном форуме «Устойчивое развитие горных территорий», который прошел накануне в Санкт-Петербурге. Как отметили эксперты, у нашей республики большой практический опыт по анализу проблемы развития гор и выработке мер и механизмов поддержки. Участие в мероприятии принимала и дагестанская делегация во главе с премьер-министром Абдул-Муслимом. Абдул-Муслимовым, по чьей инициативе и было проведено пленарное заседание для обсуждения проекта с экспертами. Принимали участие ученые, например, ученые со средней азии, в частности ученые из Киргизии, ученые из Российской Академии Наук. В целом они поддержали идею нашу. У нас в республике Дагестан 44% всей территории занимают горные территории и на горных территориях проживает в пределах миллиона человек. И без внимания мы, как руководство республики, не можем и не могли оставлять эту проблему. 121 погибших и 792 пострадавших. Около 500 ДТП зарегистрированы с начала этого года на дорогах Дагестана. При таких тревожных данных официальной статистике на передний план выходит профилактическая работа регионального ГИБДД. Один из таких рейдов прошел и в Махачкале. Его провели сотрудники госавтоинспекции совместно с прокуратурой Кировского района. Дорогостоящее медицинское оборудование, незадействованное в лечении и реабилитации пациентов обнаружено в Ботлевской центральной районной больнице. Медучреждения в рамках рабочей поездки посетили вице-премьер Абдурахман Махмудов и первый замминистра здравоохранения Ярослав Глазов. Выяснилось, что на медоборудовании нет никаких документов, из-за чего оно и простаивает. В их числе специализированная кровать для ожогового отделения, которая, к слову, уже покрылась ржавчиной. Оно же не новое. Такое оборудование в республике единицы. А вы здесь в сарай кинули, 5 лет лежите здесь. Совести чуть-чуть нет у нас. Вице-премьер также проверил наличие лекарств в больнице. В этом вопросе у Абдурахмана Махмудова не возникло серьезных нареканий в адрес руководства медучреждения. Это то, что получали лекарства, да? Да. А что такое слабое количество лекарств вы получаете? Объясните, почему с 22 сентября не получено больше лекарств для холебического обновления? Акция фонда «Инсан» «Продукты в каждый дом», которая прошла вместе с Рабью Ляваль, стала особенной. К привычному набору прилагались специальные подарки для детей и самая главная книга о жизни пророка Мухаммада. Помощь по домам нуждающихся наряду с волонтерами развозили и дагестанские знаменитости. Подробнее в сюжете Айши Тухаевой. Девочки, привет! Привет! А вам сладости привезли. Вы знаете, да? Здесь Рабью Ляваль вам привезли сладости от фонда «Инсан». Смотрите. Вот это вам. Давайте. Берите, берите смелее. Это все ваше. А посмотрите, какая там книжечка есть. Вот сейчас еще месяц Рабью Ляваль продолжается. И вот эта книжечка о пророке с целью. Вам мама прочитает, да? Да, да, конечно. Привет! Здравствуйте, Скорей, это Комиев. Честно говоря, это очень большая помощь для моей семьи, как у меня шесть детей. Нам это, тем более на квартире живя, нам это очень большая помощь. В условиях, когда одинокая мать способна обеспечить лишь минимальные потребности свои и своих детей, продукты от фонда «Инсан» становятся настоящим подспорьем. В большой дружной семье Шехрузат дети улыбаются. Нужда не способна помешать их счастью. Друг у друга есть братья и сестры. И главное – мама. А вот пенсионерка Ханифа совершенно одна на этом свете. Насколько для вас важна вот эта помощь? Мне важна то, что я бездомная, бессильная и больная. В том, что, дай Аллах, что вы помогаете мне, я благодарна. Просто я от безысходности с места на место перехожу, с квартиры на квартиру. Где как, неудачно, где чего, какие хозяева разные бывают. Ну и платить бывает мне очень тяжело. Вы совсем одна получается? Да, мясное не хватает, мясо дорогое. Я полкилограмма купила в тот день, совсем нет ничего, сварила, да и нечего кушать. Продукты в каждый дом, мясо в каждый дом – это лишь часть благотворительных акций, благодаря которым такие, как Ханифа, не чувствуют себя никому не нужными. Эти продуктовые акции мы стараемся проводить в три месяца один раз, то есть ежеквартально. И также по запросу бывает такое, что человек, он очень сильно нуждается в продуктах, он к нам обращается, мы сразу показываем помощь. А касаемо данной акции, то тут уже люди уже ожидают, ну и заранее обзывание, они ожидают продуктовый набор, и когда им до нас доставляем, то даже некоторые от радости могут проследиться. Данная акция, она служит поддержкой и помощью. То есть человек может не тратить на продукцию, потратить на лекарства, на лечение, на реабилитацию, на другие свои важные такие дела и проблемы. Вот уже более десяти лет сотням нуждающихся фонд «Инсан» привозит продукты. Движущая сила этого процесса – волонтеры. Если бы не они, эта акция не состоялась бы, говорят в фонде. На своем частном транспорте они объезжают десятки адресов для того, чтобы доставить продуктовые наборы нуждающимся. На сей раз к акции «Месяца Рабиуль Авваль» присоединились и известные дагестанцы. Я уже не первый раз участвую в этой акции и мне очень приятно каждый раз посчитать эту акцию. Как бы ни позвонили, я сразу сказал, что я свободен. В принципе, были дела, даже тренировка была утреная, пробежка сегодня. Я говорю, что я свободен. Ну вот вы знаете, очень много бедных людей и «Инсан» очень сильно им помогает. Конечно, нам очень приятно быть какой-то маленькой частью этого. В ходе этой акции от фонда «Инсан» 4 тысячи семей получили продуктовую помощь. Огромная фура продуктов была развезена за несколько часов. Подобные мероприятия фонд проводит регулярно. Айша Тухаева, Лясхаб Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В минувшие выходные на стадионе «Труд» прошла масштабная еженедельная утренняя зарядка с чемпионом. На этот раз мероприятие провели с участием лиц с особенностями здоровья. Также среди собравшихся прошло соревнование по адаптивным видам спорта. Настольный теннис, баскетбол, бег на 100 метров и армрестлинг. Всего в зарядке приняло участие более 150 человек. Поприветствовать участников пришел и мэр города Махачкалы Юсуп Умавов. Очень приятно сегодня находиться рядом с вами, активными людьми. И несмотря на все, что вы имеете где-то какие-то ограничения, я хочу в первую очередь поблагодарить вас, что у вас есть хороший настрой такой, боевой настрой. Будь первым, быть лучше и не отставать ни от кого. Десятки белых кимоно, крики с трибун и нервы на пределе. Таким стал чемпионат России по тэквондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир в Каспийске завершился триумфом хозяев в татаме. Тему продолжит Курбан Рагимов. Ему слово. Ручки на месте! Ручки на месте! Ты все видишь! Все видишь! Котя! Четкое исследование плану тренера и горячая поддержка болельщиков. Вот что привело Магомед Загира и Саладибирова к очередному золоту на чемпионате страны. Участник токийской паралимпиады в финале весовой категории до 75 килограммов одолел своего принципиального соперника Владимира Феофанова. Поединок, как и все предыдущие, выдался упорным, однако хасавюртовцу все же удалось уйти в отрыв. Люблю зарубаться, это моя работа. Но когда я зарубаюсь, я, бывает, что пропускаю. И на чемпионате мира как раз вот этот же тренер, Руслан Алиев, секундировал меня. Там Адбулазис, Арсен были хорошие секунданты. Вот они как на жестике. Что они говорят, я бью. Вот так я выиграл мир. И так же Россию я сейчас выиграл, как Руслан Алиев говорил, подсказывал. И вот за пару недель я согнул 15 килограмм. Мне было очень тяжело. Но как дома меня завели, тренера все. Я рад очень, да, зарядили. У меня дома сын пояс ждет, Саша, так что везу ему пояс. Сила духа и воля к победе. В этом динамичном виде спорта преимущество с каждой новой атакой переходит от одного спортсмена к другому. Награды на чемпионате России оспаривают около 150 спортсменов из 23 регионов. Главные соревнования сезона Дагестан принимает во второй раз. Поприветствовать участников и гостей приехали представители органов власти, известные спортсмены и руководство Федерации Тэквондо России. Прекрасная организация. В прошлый раз было великолепно. Сейчас какие-то новые изюминки появились. Научились какие-то детали, отшлифовали. Очень хорошо. Бои радуют меня и как президента в уровне боев. Несмотря на то, что, может быть, не хватало международного опыта, прекрасной формы бойцы. Мы смотрели с вами финалы. Это стоит, наверное, любого международного турнира. Прекрасной формы, ребята. Это радует меня как президента, да и как болельщика тоже. Как и пять лет назад, в споре тяжеловесов доминировал один из лидеров дагестанской команды Алиасхаб Рамазанов. В финале махачкаленец одолел спортсмена из Чечни. Также отличился призер Токио 2020 Данил Сидоров. Золотой балл он заработал в дополнительное время. Ребята не подвели. Подошли к турниру без травм. Все были готовы. Вы сами видели, зрелищный турнир был. Сейчас в связи с этой ситуацией у нас есть неопределенность на международной арене. Но мы готовы. Если дадут нам выступать, мы будем выступать. Мы на это надеемся и ждем результаты наших спортсменов. Несмотря на положительный настрой, побороть волнение спортсменам было нелегко. Ведь победа на чемпионате страны заметно повысит их шансы попасть на Паралимпиаду, которая уже меньше чем через год пройдет в Париже. В турнире среди женщин свой высокий класс подтвердила Анна Подубная. Это волнительнее, потому что это в своих стенах. И с учетом того, что конкуренция растет, очень растет. Ну, уже там как бы это от нас мало зависит. Мы как солдаты нам сказали, мы поехали. Естественно, хотелось бы поехать. Но если нам будут предлагаться такие же условия, мы, естественно, не поедем, потому что, ну, как бы... Ну, тем не менее, вы в форме и всегда готовы? Конечно, да. Тут хоть ночью разбуди. Ну, как бы это уже... Это работа. Ты должен быть всегда готов. Не важно, болен ты, не болен. По итогам чемпионата России воспитанники дагестанских спортшкол завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 16 бронзовых медалей. Это лучший результат команды за всю историю выступления на внутренних стартах. Вслед за хозяевами татами в общем зачете расположились сборные Краснодарского края и Москвы. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.